Добрый вечер! Добрый вечер! В нашем эфире традиционное поздравление Владыки. Дорогие братья и сестры! Чтобы в каких-то особых хоромах или зданиях быть как царя. Он пришел как самый бедный, негде было места. Пришли волхвы, только бы знали, что принесли ему дары, как царю. И мы должны приносить дары свои, молитвы, должны принести дары тем людям, которые нуждаются посетить немощных, утешить их и чего-то принести. И эти дары, они пойдут как самому Господу, как бахвы принесли дары. Поэтому будем любить всех, всем помогать по возможности и жить по-христиански, как братья и сестры. В Царство Небесном не будет распределить, там будет все как одна семья. И поэтому, что мы должны также жить здесь. Никого не обижать, быть со всеми мирными. И если кто вас обижает, за того надо молиться больше, чем за любящих. И Господь вашими молитвами и их смирит, и они будут хорошие, благочестивые. Будем молиться и прославлять Господа. Желаю вам здоровья, Божьей помощи. И призываю Божьи благословения на ваши семьи, на ваших родственников, на всех. И да храни вас Господь, дорогие мои. Поздравляю еще раз с праздником. Храни вас Господь. Продолжаем выпуск. Штрафами на общую сумму в 18 тысяч рублей отделались подрядчики, из-за которых микрорайон Благовещенский на день остался без света. Это максимально возможное наказание. Напомню, в декабре при укладке трубопроводов рабочие повредили высоковольтные кабельные линии. Случилось это в обед, а восстановить электроснабжение удалось ближе к полуночи. Подрядчиков привлекли к административной ответственности. Ведь они нарушили правила охраны электрических сетей напряжением свыше тысячи вольт, да к тому же повредили их. Управление Ростехнадзора, руководитель общества ООО «МВМ-групп», привлечен к административной ответственности в виде штрафа 2,4 тысячи рублей, также вынесено административной комиссией решение. Руководитель другого юридического лица привлечен к административной ответственности в виде 2 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно. Решение пока не вступило в законную силу. У подрядчиков есть возможность его обжаловать. На портале городских референдумов «Открытый город» завершилось голосование по выбору названия «Дубовому массиву», расположенному вдоль проспекта Ивана Яковлева. Чебоксарцам на выбор предложили два названия – «Парк дружбы народов» и «Парк столетия Чувашской автономии». В онлайн-опросе участвовали 1354 пользователя портала. И почти 75% из них посчитали, что название «Парк дружбы народов» подойдет «Дубовой роще больше». Вполне возможно, это связано с тем, что неподалеку от лесного массива расположен Дом дружбы народов. Напомню, лес площадью 13 гектаров начнут благоустраивать в этом году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. За это в ходе рейтингового голосования на портале «Открытый город» в октябре 2019-го высказались сами жители. Газ в Заволжье придет уже этим летом. Новый отопительный сезон в этом районе столицы обещают провести уже на голубом топливе. Первые километры газопровода уже проложены. Будет строиться газовая станция Кокшамары и 52 километра внутри поселковых сетей. Уже работа начата, уже появился подрядчик специализированной организации из Москвы. Уже уложено около двух километров внутри поселковых газопроводов. А так, в принципе, станция рассчитана на где-то 2,5 тысячи кубических метров газа. Начало эксплуатации этих газовых сетей поставлено где-то уже в конце лета 2020 года. То есть в начале осени или уже осенью газ в Заволжье будет и будет уже работать. Наступивший 2020 объявлен в нашей стране годом памяти и славы. Жители поселка Липовка и Брестинского района бережно хранят воспоминания о своем земляке. Герой России Леонид Константинов был командиром эскадрильи авиаполка пограничной службы. Он трагически погиб 18 лет назад во время второй чеченской кампании. В родной деревне его именем названы улица, школа и музей. На днях здесь появился пограничный знак, который увековечит подвиг всех, кто защищал и продолжает охранять границы России. Своего героя и его подвиг жители в этом небольшом поселке помнят и чтут с малых лет. На примере Леонида Константинова в школе, в которой он когда-то учился, воспитывают чувство долга и патриотизма у современных детей. В торжественной обстановке с минутой молчания возложение цветов исполнения гимна, школьники и учителя, ветераны погранбойск и боевых действий открыли здесь пограничный столб – главный символ защитников родной земли. Изначально на границах ставили чурки, это деревянные столбы под слово «чура». Чура – это древний русский бог, он покровитель и защитник рубежей России, оттуда оно и пошло. Этот знак в Липовской школе посвящен памяти Леонида Константинова и пограничникам всех поколений. Ветераны надеются, он послужит ещё одним напоминанием о подвиге солдат, как и школьный музей, в котором заботливо хранят экспонаты о прославленном земляке. Леонид Константинов мечтал стать военным лётчиком. После окончания Сызранского высшего авиационного училища служил в горячих точках Афганистана, Таджикистана, Туркменистана и Чечне. Была создана специальная авиационная группа под руководством Леонида Сергеевича Константиновой, то есть командира эскадрильи, авиационная группа, которая называлась «Гизель». Задача этой группы в день – 6-7 вылетов. Леониду Константинову сейчас могло бы исполниться 58 лет, но в 2001 году он трагически погиб. Вертолёт, которым управлял наш земляк, обстреляли чеченские боевики. Получив 6 пуль, командир сумел посадить машину. Он спас 14 пассажиров и экипаж ценой собственной жизни. Звание Героя России Леониду Константинову присвоили посмертно. Прежде всего он был хорошим человеком. Он был командиром и уважал свою семью, и любил. Но, к сожалению, любая война не обходится без человеческих решений. В память о Герои в школе создали отряд юных друзей-пограничников. Ребята регулярно побеждают не только в районных, но и на республиканских конкурсах и соревнованиях. Праздничный концерт ученики подготовили и для ветеранов-пограничников. Также здесь прошли традиционные соревнования по пулевой стрельбе, участие в котором приняли и дети, и взрослые. Ирина Николаева, Юрий Васильев, Вести Чуваши. В эфире Вести Чуваши продолжаем выпуск. Безопасность прежде всего во время каникул. Нужно быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать правила движения. В рамках всероссийской акции «Безопасность детей на дорогах» учителя в преддверии новогодних каникул провели классные часы и вручили детям цветоотражающие элементы. В 37-й Чебоксарской школе, к примеру, для учеников младших классов, организовали мастер-классы, на которых педагоги в игровой форме рассказали о том, как нужно вести себя на проезжей части. Главой республики выделено более 600 тысяч рублей на то, чтобы привели более 32 тысяч светоотражающих элементов. И на этой неделе наши учащиеся по школам совместно с предстоянием сотрудников ГИБД раздают эти светоотражающие элементы. И изучают, повторяют те правила безопасного поведения дороги в Чебоксарской республике. Катание на коньках признали самой популярной зимней забавой. В Чебоксарах к морозному сезону подготовили 15 катков и 26 хоккейных площадок. Помимо тех, что находятся в фоках и на спортивных стадионах, катки появились в парках города. Моя коллега Екатерина Храмкина опробовала залитый в парках лед на конек. Хорошо ли скользит, расскажет прямо сейчас. Андрей Голомазов в детском парке имени Андрияна Николаева сегодня впервые встал на коньки. Кататься его учит бабушка. Для мальчика скольжение по льду пока не удовольствие, а усердный труд. Но если посмотреть на его сверстников и тех, кто уже умеет кататься, улыбка с их лиц не сходит. И неудивительно, коньки – любимая зимняя забава практически у всех. На коньках я чувствую просто свободу и веселье. Настроение повышается, энергии прибавляется. Дыхание развивается, потом координация. Ну и вообще для здоровья полезно. Даже если вы не умеете исполнять ласточку на льду, катание на коньках всегда дарит только положительные эмоции. Например, можно красиво упасть. В этом году в парке имени Андрияна Николаева залили сразу два катка – детский и взрослый. Пропускают по росту. Для самых маленьких в аренду можно взять помощников-фигуристов – веселых миньонов. Для дружной компании, чтобы не толкаться на льду, лучше выбрать самую большую ледяную площадку в Чебоксарах. Такая в этом году появилась в парке Амазония. По словам управляющего, здесь одновременно могут кататься до 2000 человек. Режим работы с 10 утра до 10 вечера. Это самый большой каток в нашей республике, ну и, наверное, в ближайшей округе в 200 километров. Общая площадь катка более 6000 квадратных метров. Он оригинален тем, что заливается на грунт вплоть до окончания зимы. Здесь наши горожане, гости города смогут получить истинное удовольствие на хорошем, качественном льду. Здесь лед хороший, здесь еще ездят по креслу, в отличие от некоторых коньков. Здоровый образ жизни соблюдаем, стараемся, чтобы дети были здоровые. Для тех, у кого своих коньков нет, в парке также работает пункт проката. Снаряжение, говорят, найдут даже для трехлеток, в наличии размеры с 24 по 45. А чтобы малыши быстрее научились кататься, им готовы помочь инструкторы. У Валентины Смеловой, к примеру, 9-летний опыт профессионального катания. Кроме помощи деткам, она дарит эстетическое удовольствие взрослым. Впрочем, на такой просторной площадке, говорит, выполняет различные элементы особенно легко и приятно. Для меня это вообще просто рай получается, когда есть свободное место, чтобы можно было что-то сделать, людям показать, и людям это нравится самое главное. Впервые в этом году ледовая площадка размером 25 на 45 метров появилась на территории обновленного Дориспарка. Каток уже работает, есть здесь и пункт проката, и несколько красивых фотозон. Кроме того, катки залили в Лакреевском лесу и на Кукшумском водохранилище. Работать они будут до конца зимнего сезона. Екатерина Храмкина, Ирина Николаева, Никита Углев и Семен Антонов. Вести Чебоксары. Ну что ж, у всех у нас еще есть время покататься на коньках. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.